У челябинцев есть возможность увидеть около сотни различных видов рыб. Всех их доставили из разных уголков планеты. Рыб можно не только посмотреть, но и покормить. Например, японских карпов они любят манку и специальные корма. Тут бассейн существует довольно-таки давно, когда можно прийти и покормить карпов. Но вот недавно мы сделали такой очень интересный шар. Не знаю, кто придумал, но показывает это на немецких сайтах. Называется эта штука Fish Love. Для любителей экзотики здесь есть различные ящерицы и змеи. Также тут можно увидеть единственных в челябинских черепах грифовую змею на шее. Трионикс. Также тут есть африканская лягушка, которая может накапливать в себе жидкость до 500 мл. Африканские племена пользуются этим и в период засухи находят ее и спасаются от жажды. Любители искусства могут посетить выставку южноуральской художницы Дины Нерри. Все работы выполнены из бетона. Таким образом художница хотела выйти за рамки привычного восприятия искусства. Основная идея проекта – ощущение пустоты. Например, здесь можно увидеть такую плиту, которая как раз означает те самые рамки, а круг в центре – выход из них. А это своеобразная интерпретация большого города. Принято считать, что в городах-миллионниках полно небоскребов, но в Челябинске их мало. Тогда художница создала другую реальность. Специально для тех, кто гонится за моды, Дина Нерри создала аксессуары и тоже из бетона. Кстати, их можно купить. Здесь бабочка, кольца, серьги и браслеты. Первыми, кто наденет эти аксессуары, будут актеры театра-студии «Манекен». По словам кураторов, популярностью у них пользуются браслеты и кольца. Популярностью квесты пользуются не только у молодежи, проходят их даже семьями. Любители пощекотать себе нервы выбирают квесты по мотивам фильмов ужасов. Например, можно почувствовать себя героем кинокартины «Звонок». Оказавшись в комнате, дверь захлапывается и включается телевизор. Все как в фильме. Выбраться наружу можно, решив серию загадок. Какую реакцию у людей вызывают подобные квесты и много ли желающих пощекотать себе нервы, спросим у администратора. Сейчас квесты набирают все больше популярность. Приходят играть и школьники, и молодежь, и более взрослая аудитория. Сначала игроков ждет неизвестность, темнота и местами даже ужас. И чем больше игроки боятся внутри комнаты, тем больше радости они испытывают, когда все-таки получается выбраться. Получается отличный способ снять стресс, который люди получают на учебе, работе и повседневной жизни. Еще один популярный квест «Морозилка». Здесь тоже выключен свет или шмигает красная лампа. Если честно, это усложняет задачу выбраться, потому что теряешь равновесие и не можешь найти выключатель. Чтобы выбраться, нужно решить около 10 головоломок, и на это обычно уходит почти час. Артур Ишпалатов и Дернасыров. Наше утро.